Савицкий, наджидив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте его гигантского тела. Он встал и пурпуром своих риетус, малиновой шапочкой, сбитой на бок, орденами вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыло. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты. Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову вступить с вверенным ему полком в направлении Чугунов-Добрыдовка и, войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить. Каковое уничтожение, стал писать Надждив и измазал весь лист, возлагаю на ответственность того же Чеснокова, вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мной на фронте не первый месяц, не можете сомневаться. Надждив-6 подписал приказ завитушкой, бросил его ординарцам и повернул ко мне серые глаза, в которых танцевало веселье. Я подал ему бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии. — Провести приказом, — сказал Надждив. — Провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего. Ты грамотный? — Грамотный, — ответил я, завидуя железу и цветам этой юности. Кандидат прав Петербургского университета. — Ты из киндербальзамов, — закричал он, смеясь, — и очки на носу. Какой паршивенький. Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. Поживешь с нами, что ли? — Поживу, — ответил я, и пошел с квартирером на село искать ночлега. Квартирьер нес на плечах мой сундучок. Деревенская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква. Умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух. Мы подошли к хате с расписными венцами. Квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой. — Конетель тут у нас с очками, и унять нельзя. Человек высшего отличия, из него здесь душа вон. А испортивы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка. Он помялся с моим сундучком на плечах, подошел ко мне совсем близко, потом отскочил в отчаянии и побежал в первый двор. Казаки сидели там на сене и брили друг друга. — Вот, бойцы, — сказал квартирьер и поставил на землю мой сундучок. — Согласно приказания товарища Савицкого, обязаны вы принять этого человека к себе в помещение без глупостей, потому как человек, пострадавший по ученой части. Квартирьер побагровел и ушел, не оборачиваясь. Я приложил руку к козырьку и отдал честь казакам. Молодой парень с льняным висячим волосом и прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особленной сноровкой стал издавать постыдные звуки. — Орудие номер два нуля! — крикнул ему казак постарше и засмеялся. — Крой беглым! Парень истощил нехитрое свое умение и отошел. Тогда, ползая по земле, я стал собирать рукописи и мои дырявые обноски, вывалившиеся из сундука. Я собрал их и отнес на другой конец двора. У хаты на кирпичиках стоял котел. В нем варилась свинина, она дымилась, как дымится издалека родной дом в деревне, и путала во мне голод с одиночеством без примера. Я покрыл сеном разбитый мой сундучок, сделал из него изголовья и лег на землю, чтобы прочесть вправде речь Ленина на втором конгрессе Коминтерна. Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков, казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали, излюбленные строчки шли ко мне тернистой дорогой и не могли дойти. Тогда я отложил газету и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце. — Хозяйка, — сказал я, — мне пожрать бы надо. Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова. — Товарищ, — сказала она, помолчав, — от этих дел я желаю повеситься. — Господа бога, душу мать! — пробормотал я тогда с досадой и толкнул старуху кулаком в грудь. — Толковать тут мне с вами! И, отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле. Гусиная голова треснула под моим сапогом и потекла. Белая шея была разослана в навозе, и крылья заходили над убитой птицей. — Господа бога, душу мать! — сказал я, копаясь в гусе саблей. — Изжарь мне его, хозяйка! Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне. — Товарищ, — сказала она, помолчав, — я желаю повеситься, — и закрыла за собой дверь. А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели недвижимо, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся. — Парень нам подходящий, — сказал обо мне один из них, мигнул и зачерпнул ложкой щи. Казаки стали ужинать со сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга. А я вытер саблю песком, вышел за ворота и вернулся снова, томясь. Луна висела над двором, как дешевая серьга. — Братишка, — сказал мне вдруг Суравков, старший из казаков, — садись с нами снедать, покеле твой гусь доспеет. Он вынул из сапога запасную ложку и подал ее мне. Мы похлебали самодельных щей и съели свинину. — В газете-то что пишут? — спросил парень с нелёным волосом и опростал мне место. — В газете «Ленин пишет», — сказал я, вытаскивая правду, — что во всем у нас недостача. И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь. Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простынь. Вечером приложил материнские ладони к пылающему моему лбу. Я читал, ликовал и подстерегал, ликуя таинственную кривую ленинской прямой. — Правда, всякую ноздрюще кочет, — сказал Суравков, когда я кончил. — Да как ее из кучи вытащить? А он бьет сразу, как курица по зерну. Это сказал о Ленине Суравков, взводной штабного эскадрона. И потом мы пошли спать на сеновал. Мы спали шестеро там, согревая друг друга, с перепутанными ногами под дырявой крышей пропускавшей звезды. Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обогренное убийством, скрипело и текло. Продолжение следует...